ну чё всем привет с вами унылая команда мы сегодня будем снимать унылый типичный автообзор не буду говорить металлолом автомобиль витя притрапанил да не надо это мечта может не школьника но такого дедушки такого школьника перевозка это это мечта школьника которому этому машину оставил дедушка так еще что такое с класса да друзья это с 221 5 5 но не мы обычно атмосферный двигатель газ-бензин 2007 года итак я приветствую тебя дорогой мой загадочный зритель это типичный автообзор вот подобного автомобиля это mercedes s-класса просто неимоверно мощный пять с половиной литров двигатель знаешь как подобные вот типичный автообзор мышь это ну как это можно сказать что это прям премиум премиум супер классно тоже что мы были такой старенький седьмого года с газом с пробегом он стоит как новый логан плюс минус его может позволить себе ну не каждый школьник но большинство дрочеров извини за мой французский могут себе позволить такую тачку но вот такие вот тачки это мега премиум turbo офигенный класс нет он атмосферник не надо и об этом автомобиле снимать видео нужно есть определенный регламент и стиль как ты должен обзор снимать как в американские машины знаешь как они были нет я давай 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 и на себя и туда или просто туда вниз вверх то бишь это за камера надеюсь включится да тебе видно кстати ни хера не видно нет а что не так то я вижу в зеркало чудо как обзорчик вот я например рассказывал автомобиле чувак должен говорить так вот есть тачка вот значочек а говорит о том что это mercedes тут еще на нем написано в принципе об этом автомобиле я нихрена не знаю я знаю что здесь есть четыре колеса фары это mercedes и он типа модный все больше я нихрена об этом автомобиле не знаю за кадровым голосом под разные обводочки нужно прочитать базовые характеристики то что взятое из интернета из поисковика мерседес с-класса двигатель m273 мощностью целых 388 лошадиных сил и 530 крутящего моменту стандарт экологии евро 6 расход по трассе составляет 8,5 литра город 17,4 смешанный около 12 а между прочим этот автомобиль мне приграл витя реальный таксист и если его канал о такси и пригорке европлях и растаможки автомобилей наберет до конца лет 40 тысяч подписчиков тогда мы сделаем вполне серьезное видео в этом автомобиле типичный автообзор подобного говнища всегда идет 90 процентов о том тебе расскажут посмотреть на внешний вид тебе скажут посмотреть какие здесь формы вот так вот рукой его поводить чтобы все подумали что ты какой-то кибер извращенец там сказать насколько гармонично смотрятся фары насколько они вписываются в крыло автомобиля и так далее тебе расскажут о том какой здесь литраж багажника как будто бы вот я тебе скажу тут багажник там 150 литров и у тебя сразу в башке там опытом формула ты сразу представил понял что это такое какой-то объем насколько это тебе будет полезно или тебе это будет бесполезно зачем тебе другая информация если ты покупаешь такую тачку ты не задумываешься о том что это за движок это движок 5 5 литра но я правда уже немножко из обзора выхожу многие и я тоже как обычный дрочер и школьник в виде такой автомобиль ты думаешь пять с половиной литров в 844 клапана на цилиндр это просто спорткар потому что машина весит две тонны плюс-минус это просто спорткар ты выходишь на светофор ты нажимаешь тапок в пол у тебя тачка уходит в закат а хрен тебе такого не происходит вот это вот говнище едет по динамике со светофора там старт чуть лучше чем 124 mercedes унылым говеным двухлитровым двигателем на механике ты задаешься вопроса какого хрена мать его где сука эти пять с половиной литров которые ты думаешь что блин вот сейчас взорвется мозг они уходят вот куда значит но во первых естественно mercedes славится своим ресурсами они уходят на ресурс скажешь ты ну в принципе отчасти она так и есть но на самом деле 5 литров здесь жрется экологией 5 литров расходуется на привод коробки автомат это же s-класс если бы здесь была бы ручка это было бы офигенно это был бы s-класс плюс супер но так это обычная склад здесь просто стоит автомат и для того чтобы автомат ну как бы тебе так сказать не то чтобы приводить его в движение для того чтобы с ним взаимодействовать там есть определенная задержка такая наш в общем одно думает второе догоняет просто духе тонного с пяти из 5 5 двигателем ты ожидаешь что ты сейчас наступишь и он просто такого ни хрена себе а тут ты наступаешь он так подумал вот я эту вольву не сразу догоняю ну понимаешь школьнику надо чтобы наваливала вот то что мы сейчас едем она вообще не наваливает и не едет школьники это это неж для школьника автомобиль школьнику надо чтобы рычала валил дым с под колес и она боком ехала я думаю ни один из вас не будет наваливать но если это там не 6 а водителю тире таксисту чё надо надо чтобы она жрала умеренно 5 и 5 это не о нем и получается то что у тебя пять с половиной литров по факту это понты для приезжих нихрена она не едет и не не действует не делает не ведет себя как пять с половиной литров крутость автомобиля это mercedes это комфортный автомобиль это комфортное передвижение в любых раз при любых раскладах подумаешь ты да а хрен тебе ты не угадал чувак комфортное передвижение при любых раскладах mercedes она начиналась со сто двадцать третьего кузова сто двадцать четвертого и апогей апофеоза просто феерия я не знаю симфония всего это сто сороковый кузов ну конечно да но нормальное живое кстати даже с убитой ходовкой вот вышеперечисленные модели они все равно довольно комфортно передвигаются по херовым дорогам точнее не по дорогам херовым а по протоптанной местности которую местные аборигены называют дорогой вот это вот это 2007 год это не то говно которое выпускалось 75 по 84 123 кузов это не то сраное говно которое было с 85 по 95 говно 124 mercedes или тот же самый 140 нет это уже просто квинтэссенция технологичности 2007 год дорестайловая машина которая едет по обычной ухабистой дороге и тебя в ней трясет ну чуть меньше чем в жигулях с новой ходовкой ты думаешь я преувеличиваю проверим ходовую ходовку насколько он по сравнению со старыми мерседесами какой-нибудь сто двадцать третье говно сто двадцать четвертое говно такое в таком автомобиле ходовку можно только проверить на подъемнике не имеют у чисто по комфорту чисто по комфорту привычные парни а в основном на таких машинах более по новей вот он дух ездит водителя так но не в обиду тебе сказано будет но были вот почему на 123 и 124 говне они сделали ходовку так что ты здесь едешь и более-менее нормально здесь уже не нормально что вам суки мешало сделать я теперь понимаю почему так медленно на этих тачках проползают когда ты сидишь внутри естественно типичный обзор это тебе любая тёлка даст тебе обзорщики будут рассказывать и тебе даст любая тёлка ну не знаю как насчет любых тёлок какие то конечно определенно тёлки те дадут тут вообще нет вопросов особенно если ты подъедешь у нас на окружную в киеве и скажешь я тебе плачу почем чё почем и так сказать есть и скидка для инвалидов пенсионеров и участников барыжной группы где затариваюсь иногда то тебе обязательно дадут когда сидишь в этой тачке ты ощущаешь такую прям наш власть как в фильме мстители что-то типа властелин всех подворотник шкур малолетних не смотрел они там не на дракона они там когда дорожку роскости дорожку раскатать полетишь и на чем хочешь если в этом так не но если в этом плане то на любом автомобиле кожаные чехлы надеть не вот блин скажи ну твои зрители все-таки хотят знать от блин ну купил бы ты себе такую машину вопрос заключается в цене то есть вот нет я могу купить себе в принципе любой автомобиль даже даже москвич и даже рено но смотря сколько денег за 16 с газом кто здесь пробег еще расскажи 200 вот за 16 я бы себе не взял 7 принципе да ну же не ты же понимаешь это это анреал не надо понимать что недавно купил мерседес за 6 или за 5 половину не значит я купил за 4 хотел чувак 4 с половиной его купил за 4 ну как недавно полтора года прошло даже даже два почти почти в августе два будет так что ну короче в общем машину можно было купить но вопрос за какие бабки правильно да если было бы бабок в два раза больше можно из-за как в принципе ну в семье ну чё как бы хороший комфортный автомобиль ну вот и все я думаю вот и все комфортный автомобиль в котором наверное у хозяина кроме ключей которые вот должны быть всегда рядом лучше этот брелочек не терять наверное если потерять это будет дорого там и душу есть должны быть по-любому бабки на ремонт ну да как всегда есть бабки на ремонт кстати отлично это загранка за 3 не сувенирные деньги то нет тут даже нарисован вот ключик типа бабки и ключик ремонт типа ты нажимаешь и тебе вызов механика короче механик подкатывает такой да и все понятно то есть как бы когда вы едете где-то когда когда вы едете на этом автомобиле куда-то к бабушке в село похвастаться ну да тут типа телефон все дела то когда вы где-то обломались то это эвакуатор скажите недорого знаю нет у меня же как бы есть эвакуатор уже но вот недавно мы этот автомобиль везли на лафете она заехала на лафету короче их думал лафета там четыре колеса и ляжет то есть это очень опасно ну ничего просто а почему все почему потому что кусочек ремня генератора вылез обломался мы подрезали ремешочек ну а стрёмно начал дальше ехать потому что если бы оборвался ремешочек то было бы глина всему все остальное конечно да панорама свет ну как бы можно правильно ты правильно сказал что об этом автомобиле уже наверно три тысячи обзоров сделано и каждый обсасывал этот автомобиль по-разному говорит посмотрите какой дизайн посмотрите какое дерево посмотрите часы оригинальные mercedes как такие вот часы первое где когда я увидел часы я были вот сейчас будет ржать я вспомнил шестерки тройки советские когда брали наручные часы вот такого типа и приклеивали на торпеду я вот это увидел но нереально ну скажи 2 нереально зато рода да да ну это не колхоз все таки я думаю это хозяин не вырезал и не вставил ничего не вырезано не урезано до подогревы массаж и навигация задняя камера режим ночного видения все полностью забитые кнопки регулировки все которые невероятные памяти сидений и так далее и тому подобное это вообще одним словом автомобиль в котором нужно ездить сзади и вообще не думать то есть автомобилем ты должен купить время рабочие человека который будет ездить да да ну ладно ладно чувак хорош бомбить в комментах я знаю что ты сейчас мне пишешь ты пишешь что ты совсем охренел ты зажрался и ты mercedes сравниваешь с говном mercedes это тебе не какое-то вонючее обоссанная бмв mercedes это не какая-то сраная занюханная honda которая ходит там иногда и не ходит это не какой-то вонючий лексус mercedes это mercedes неужели настолько все херово что ты прямо вот стоишь тут и рассказываешь нет конечно безусловно не все так херово без шуток как я уже отметил движок здесь неплохой ресурсный а знаешь почему я считаю его ну не то что считаю а чтить можно сказать что он ресурсный по одной простой причине если ты посмотришь количество обращений в сервис по разным гарантиям обслуживания особенно ремонтом и так далее ты забьешь в youtube в поисковик ремонт вот этого движка то ты найдешь довольно мало информации потому что мало их ремонтируют мало их ремонтируют потому что проблем с ними чуть меньше по сравнению с великолепным автомобилем бмв который офигенный автомобиль но нихрена он не работает и не ездит и все такое прочее поэтому можно назвать его более менее ресурсным помимо всего прочего товарищи немцы они решили сделать такой high-tech я это называю именно не так а в так то есть именно в ты к владельцу когда ты покупаешь такой автомобиль и он новый вот в 2007 году если ты марти макфлай переместишься 7 год купишь такую тачку ты будешь ездить и говорить все офигенно не бит не крашен впрет жрет и все такое но сейчас в 2019 году когда ты покупаешь такую тачку ты выезжаешь ты с чуваком по рукам вы ударили ты ему бабки отлистал чувак перекрестился так сказать поблагодарил бога дьявола за то что он продал наконец-то это говно какому-то лоху ты садишься за руль выезжаешь ты на мерседесе тебе все уступают дорогу и после какого-нибудь четвертого светофора ты понимаешь что автомобиль не едет что-то с ним случилось ты начинаешь там тапком нажимать на педаль газа реакции никакой нет и ты не понимаешь в чем дело когда тебя на эвакуаторе заберут на сто тебе расскажут что вот в этих тачках с какого-то там нет не только конкретно вот в этом а вообще в мерседесах вот с класса и около того с середины нулевых стали ставить они подумали немцы что что мы можем нас идеальный автомобиль mercedes у нас по ходовым качеством что мы можем сделать еще лучше правильно мы на хер уберем наши качества и мы сюда напихаем тучу электроники потому что с виду когда ты смотришь так внешне это не похоже на space shuttle какой-нибудь теслу но в нем до хренища электроники все что можно сделать электронным там сделано начиная от запуска двигателя с кнопочки заканчивая там такими мелочами там подвод сиденья до автодоводчики там дверей тому все что можно вот электроникой сделать там сделано но фишка в том что немцы они не дураки они сделали дохрена электроники и подумали что нихрин кому попало туда лазить если у тебя что-то случается с электроникой то обычный какой-нибудь зачуханный лексус ликун тебя басаная бмв тебе дает выдает чек что-то там не то но ты можешь ехать вот эта херня нет так нет если с электроникой что-то не так а компания mercedes блюдет за тем чтобы владелец ездил в при полном параде с полным комфортом а если что-то не работает в электронике это значит не полный комфорт значит что надо сделать значит двигатель те должен сделать вот так искать веди меня на сервис и проверяй где там какой проводок отвалился потому что я тебе работать в принципе не буду вот какие проблемы есть с этими тачками вот в основном 90 наверно процентов ну если не брать коробки автомат и тупой эксплуатации это вот с электроникой чё еще у них есть проблема цепь и звезды цепи звезды это 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 стандартный набор слушать это типа дори стали у них была проблема и они хотели отзывать прямо машины но решились исправить себя следующим образом просто типа ты приезжаешь на сервис меняешь цепь звезды и натяжители и у тебя у тебя становится все короче до минус 120 в кармане либо можно уложить нахер потому что ну типа люблю такие корчи ему привозить то бмв это кабаны то гольфы то таксисты там где засохшие дети на задних сидушках но опять же не об этом сегодня 221 mercedes это не моя машина эта машина моего товарища он очень сильно хотел приобрести себе автомобиль для чего он хотел приобрести себе автомобиль для того чтобы работать в vip перевозках то есть перевозить пассажиров которые реально платят нормальные деньги на этом автомобиле у него получилось на сто процентов на этом автомобиле можно собрать очень кучу хороших клиентов и так далее и тому подобное да наверное евгений уже все вам рассказал или все еще расскажет об этом автомобиле если смотреть со стороны совсем другой страшно купить себе такой автомобиль когда у тебя в кармане действительно 16 потому что этот автомобиль у средняя его цена 16 17 тысяч долларов 2007 2008 года я вам скажу что когда вы купите этот автомобиль вы заведете и поедете и не будет никаких проблем но вы поедете недолго до поворота может дальше может вам повезет ну как бы всякое бывает блин самый нелюбимый мой автомобиль это рено но один из ста ездит очень долго и все хорошо точно также может быть с мерседесом это мерс да это не тот мерс который был когда-то опять вот сука извечная проблема этих поганых мерседесов вот я сижу смотрю и мне руль перебивает верхнюю шкалу я вот так вот должен пацан а знаешь почему потому что тут немножко поломалась регулировка руля тут просто руль же тоже нет знаешь почему потому что это мерседес они не любят вот из высоких типов да друзья если кому-то надо купить автомобиль обращайтесь реальный таксист всегда поможет сразу поехали там здесь здесь